Приветствую всех на своем канале, в эфире Алексей Шредер и сегодня первое видео 2018 года и конечно же сразу полезное видео, оно будет информативным касательно тренировки ног выбор основного базового упражнения для тренировки ног я недавно выпускал видео про приседания в Смите где рассказывал, что на квадратные квадрицепсы это лучшее упражнение а сегодня я хочу сравнить упражнения такие основные как вот это приседание в Смите или к нему можно приравнять практически приседания в Гаке с классическими приседаниями, с свободным весом, со штангой на спине и с жимом ногами было много вопросов по поводу жимов ногами платформы эффективное упражнение или нет, а как же быть с жимом ногами помнит, может кто-то, я думаю, кто смотрит за моим каналом помнит, что буквально полгода назад я так нормально уперся в тренировки жимов ногами и я там пытался рекорды бить, ну просто мне вот так временно захотелось выполнять жимы ногами и тогда я примерно через тренировку, иногда по две тренировки подряд в качестве основного базового упражнения на ноги выполнял жимы ногами а потом, допустим, приседания в следующий раз в Смите, потом опять жимы ногами ну вот просто хотел рекорды бить в этом упражнении и тогда я, на мой взгляд, получил исчерпывающую информацию по поводу того какое из упражнений эффективнее, приседания или жимы ногами но сначала я хочу сравнить классические приседания с свободным весом со штангой на спине и приседания в Смите я уже многим объяснял и еще раз хочу объяснить, что если у вас очень подходящая антропометрия под классические приседания вы можете гаками и Смитами вообще не заморачиваться как это понять? да все элементарно, нужно просто начать приседать я не знаю, сами вы поймете это или нет но со стороны, если, допустим, я увидел или какой-то другой тренер он бы вам сразу сказал подходит вам приседание нормально или нет есть люди, которые даже не являются никакими пауэрлифтерами вот просто приходит первый раз человек, его просишь приседать и он практически сразу приседает с вертикальной спиной ну или условно вертикальной, чуть-чуть наклоненной спиной да параллели приседает, ноги стоят в средней стойке он приседает, а спина почти вертикальная это не чудо понимания, как нужно приседать и не чудо восприятия техник бодибилдинга вовсе нет это просто подходящая антропометрия удачное соотношение длин голени, тазобедренной кости и тела и таким людям можно всегда делать только классические приседания с свободным весом потому что у них будет солидная нагрузка попадать именно на квадры за счет того, что их не клонит вперед но большинство людей по моим наблюдениям обязаны наклоняться солидно вперед, когда штанга у них лежит на спине какая бы там постановка стоп не было а я вам уже кстати говорил, что широкая постановка стоп очень невыгодна с точки зрения построения квадратных, ну красивых квадрицепсов таких, какие они должны быть в общем большинству людей приходится заваливаться есть такие люди, у них вообще очень длинная бедренная кость у меня такие были, я со стороны их наблюдал они приседают до параллели и практически ложатся грудью на свои бедра не потому что они не умеют приседать, а потому что у них такая антропометрия вот просто ложатся грудью при этом спина прогнута, она не сгорблена, она прогнута, но нужно лечь грудью на ноги таким людям категорически приседания не подходят они будут исключительно качать поясницу, ягодичные мышцы, приводящие мышцы бедра но квадрицепсы там будут в последнюю очередь тренироваться и то только в самом верху, около тазобедренного сустава таким людям, всем, у которых идет более-менее среднего уровня наклон вперед при приседаниях классических до параллелей я рекомендую приседать в смите или в гаке с небольшим выдвижением ног вперед и кто не верит в эффективность этих упражнений это конечно бред я не могу поверить, что эти люди нормально работали когда-то в смите или гаке потому что я уже очень много раз испытывал и то и другое месяца два-три тренируешь только свободный вес месяца три тренируешь только там в смите приседания в смите это такие же мощные глобальные приседания, как и обычные вообще ничем не отличаются с точки зрения того, как потом если хорошо отработаешь, таскаешь ноги два-три дня, как они мощно болят единственное и очень важное преимущество приседаний в смите для тех, кому свободный вес по указанным выше причинам подходит не очень это капитальное распределение нагрузки в процентном отношении высоком в области квадрицепсов это очень большое преимущество допустим, у меня за счет того, что с свободным весом мне нужно солидно прогибаться бедро длинное при приседаниях классических ноги болят, да, солидно так болят ноги потом ходить не очень хорошо то есть я чувствую отклик но этот отклик очень сильно распределяется частично на поясницу сильно в ягодицы сильно во внутреннюю часть бедра и очень сильно в околобедренную часть бедра когда я выполняю мощное приседание в смите тогда я очень мощно чувствую вот на следующий день, день через день нагрузку в квадрицепсах когда я хожу, у меня именно квадрицепсы подкашиваются ягодицы почти нифига бицепсы бедра по самому мелкому бицепсы бедра после станова очень хорошо тренируются а в приседаниях, зачем опять бицепсы бедра трогать и околобедренную часть квадрицепсов вот именно после смита, после гака квадрицепсы потом 2-3 дня мощно чувствуется это упражнение намного лучше, чем классические приседания для людей с таким типом антропометрии как у меня итак, здесь вы, я надеюсь, определите что круче приседания для вас, и именно для вас классические приседания с свободным весом или приседания в смите или гаке что делать с жимом ногами платформы вот здесь, друзья, у меня однозначный ответ жимы ногами платформы это базовое упражнение на ноги но по сравнению с приседаниями любыми это отстойное упражнение я вам скажу так помните, я рассказывал, что полгода назад в течении нескольких месяцев я бомбил жимы ногами в качестве основного упражнения на ноги так вот, всегда, когда у меня жим ногами был основным упражнением на ноги я на следующий день, на день через день не чувствовал какого-то нормального отклика ног я ходил как ни в чем не бывало а после приседания, всегда, когда я нормально отработал у меня ноги отваливаются то есть очень мощно чувствую проработку после жима ногами какой-то пшик может быть может быть кто-то скажет, что это мой личный эксперимент он не показательен ну, в общем, пробуйте сами мое мнение, жим ногами отстой по сравнению с приседаниями я больше не буду на нем концентрироваться вообще за исключением за исключением может быть исключение я скажу какое и в жимах ногами, друзья, отрабатывал тоже по полной программе пирамидой вверх делал там пару мощных подходов на 6-8 повторений с весом там 500 потом спускался вниз обратной пирамидой и выполнял там и 15 и 20 повторений с весом 350 в общем, я отрабатывал очень мощно до супер там отвала ног в жиме ногами а потом отклика на следующий день, через день особого нет вот это странно для меня почему жим ногами как-то отклика не дает на ноги и это тревожный звоночек включает в головном мозге что жим ногами, наверное, неэффективное упражнение я заметил еще такую вещь когда делаешь жимы ногами некоторое время приседания откатывают в силовом показателе но когда ты концентрируешься на приседаниях жимы ногами не откатывают в силовых показателях поэтому, или если откатывают, то совсем-совсем мизер поэтому я считаю, что жимы ногами это очень слабое упражнение как в нем не напрягайся почему это не совсем приседания все-таки там как-то нагрузка скользит по рельсам и как-то вы толкаете вес вперед, а не вниз и, наверное, из-за этого какое-то распределение неправильно идет на бедра я не такой уж и физик, чтобы вам это объяснить в общем, мое мнение таково единственное, когда жим ногами может быть актуальным я считаю так это когда у вас какие-то обострения с спиной, с позвоночником с протрузией или грыжей после обострения вы начинаете тренировать ноги вот тогда, возможно, лучше концентрироваться на жимах ногами но я напомню, у кого проблемы с позвоночником если вы начнете приседать с легкими весами со временем никаких проблем не будет наоборот, намного хуже, если у вас грыжа и вы вечно бережете свою спину так она у вас будет при малейших каких-то наклонах не в ту сторону, после того, как вы посидели всегда обостряться всегда, каждый год по разу или по два раза из-за того, что вы просто не выполняете осевую нагрузку начиная с маленького, постепенно, год за годом подойдя к тем же приседаниям, никаких проблем не будет вот эта тема видео уже была но вот в определенные моменты времени, когда спина испытывает проблемы тогда можно на жимы ногами переключиться но вообще жимы ногами слабо эффективны по сравнению с приседаниями это мое мнение и еще, когда использовать тяжелоатлетический пояс у меня спрашивали единственно, когда это в двух упражнениях приседания и становые тяги классические или становые сумо приседания со свободным весом или в смитингах только в этих двух упражнениях и только с весами, с которыми вы не можете выполнить 8 повторений если 8 плюс повторений вы можете выполнить с каким-то весом не одевайте пояс, он вам не нужен лично я использую пояс, когда иду на подходы в 5-6 повторений на максимум на 8 я не использую но всем остальным советую до 8 повторов если более высокоповторный сет в этих двух упражнениях становые присед, тогда пояс вы можете не использовать он вам абсолютно не нужен все, всем пока, выполняйте приседания те, которые вам подходят и у вас будут нормальные ляхи и если вам это видео понравилось ставьте лайк и конечно я буду благодарен, если вы поддержите автора канала рублем и тогда качество контента обязательно вырастет реквизиты я дам под видео все, всем пока! 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 пока!